— Но скажите бога ради, как вы-то сюда попали? И что вы делали? Я думал, что вы находитесь на Беккер-стрит, занятые тем делом о шантаже. — Я именно и хотел, чтобы вы это думали. — Так вы даете мне ответственное поручение и вместе с тем не доверяете мне, — воскликнул я с оттенком горечи. — Я думал, Холмс, что заслужил лучшего. Милый друг, вы были неоценимы для меня как в этом, так и во многих других случаях. И прошу вас простить меня, если я как будто сыграл с вами шутку. — В действительности же я поступил так отчасти ради вас самих, и приехал сюда, чтобы лично разобраться в деле, потому что взвесил, в какой вы находитесь здесь опасности. Если бы я жил вместе с вами и сэром Генри, то очевидно, что у меня была бы та же точка зрения, что у вас, и мое присутствие заставило бы наших крайне опасных врагов быть настороже. — Теперь я могу свободно прохаживаться, чего не в состоянии было бы сделать, если бы жил в Баскервиль-Холле и остаюсь неизвестным зрителем в деле, готовый кинуться в него всей своей тяжестью в критический момент. — Но зачем было оставлять меня в неизвестности? — Если бы вы знали о моем приезде, это не принесло бы нам пользы, а между тем мое присутствие здесь могло бы быть открыто. Вы бы захотели сообщить мне что-нибудь или же, по своей доброте, доставить мне какое-нибудь облегчение, а это было бы совершенно бесполезным риском. Я привез с собой картрейда, помните, того мальчугана из конторы комиссионеров, и он заботился об удовлетворении моих несложных потребностей. Ломьте хлеба и чистом воротничке. Что еще нужно человеку? — Он стал для меня лишней парой глаз и парой очень проворных ног, и обе эти пары были неоценимы. — Так значит, все мои донесения пропали даром. Мой голос задрожал, когда я припомнил труд и гордость, с какими я их составлял. Холмс вынул из кармана сверток бумаг. — Вот ваши донесения, дорогой друг. И они старательно прочитаны, уверяю вас. Я прекрасно устроился относительно их получения. И они запаздывали всего на один день. Я должен отдать вам честь в крайнем рвении и разумности, какую вы выказали в этом необыкновенно трудном деле. Я никак еще не мог переварить тот факт, что Холмс обманывал меня. Но жар его похвал растопил мой гнев. В глубине сердца я чувствовал, что он был прав, и что для нашей цели было лучше мне не знать о его присутствии на болоте. — Так-то лучше, — сказал он, видя, что тень сбежала с моего лица. — А теперь расскажите мне о результате вашего визита к миссис Лаури Лайенс. Мне нетрудно было догадаться, что вы отправились именно к ней, так как мне уже известно, что она единственная в Кумптрассе личность, которая, может быть, нам полезна. Дело в том, что если бы вы не поехали туда сегодня, то весьма вероятно, что завтра я сам отправился бы к ней. Солнце село, и сумерки спустились на болото. В воздухе почувствовалась свежесть, и мы вошли погреться в хижину. Тут я рассказал Холмсу о своем разговоре с Лаурой Лайенс. Он им так заинтересовался, что некоторые его части я должен был повторить. — Очень важное сообщение, — сказал он, когда я окончил. — Оно заполняет в этом крайне сложном деле пробел, который я никак не мог заполнить. Но удостоверились ли вы, что между этой дамой и Стапальтоном существуют тесные отношения? — Я ничего о них не знаю. — В них нельзя сомневаться. Они встречаются, переписываются, между ними полное согласие. Ну, а это даст нам в руки очень сильное оружие. Если бы я мог только употребить его на то, чтобы отвлечь его жену... — Его жену? — Теперь я сообщаю вам новости в ответ на полученные от вас сведения. Дама, слывущая здесь за мисс Стапальтон, в действительности его жена. — Господи, боже мой, Холмс! Уверены ли вы в этом? Как мог он допустить, чтобы сэр Генри влюбился в нее? — То, что сэр Генри влюбился, не могло повредить никому, кроме самого сэра Генри. Вы же сами заметили, что Стапальтон всячески старался, чтобы сэр Генри не ухаживал за нею. Говорю вам, что она его жена, а не сестра. Но для чего такой обман? Потому что он предвидел, что она будет гораздо полезнее для него в роли свободной женщины. Все мои неясные предчувствия, мои смутные подозрения внезапно облеклись в форму и сосредоточились на натуралисте. В этом бесстрастном бесцветном человеке в соломенной шляпе и сеткой для ловли бабочек мне почудилось ужасное существо, одаренное бесконечным терпением и хитростью. Существо с улыбающимся лицом и сердцем убийцы. Так значит, это он наш враг? Это он следил за нами в Лондоне? Да, так я решаю эту загадку. А предостережение исходило, вероятно, от нее. Именно. Сквозь мрак, так долго окружавший меня, проглядывал полувидимый, полуотгадываемый образ какой-то чудовищной низости. Но уверены ли вы в этом, Холмс? Как вы узнали, что эта женщина — его жена? Потому что он так увлекся, что передал вам правду об одном факте своей автобиографии, когда в первый раз встретился с вами. И, полагаю, что затем он не раз жалел об этом. Он действительно был однажды школьным учителем в Северной Англии. Ну, а нет ничего легче, как добыть сведения об учителе. Есть школьные агентства, через которые можно удостовериться в личности любого человека, когда-либо занимавшегося этой профессией. Благодаря небольшой справке я узнал, что одна школа претерпела несчастье при ужасных обстоятельствах, и что виновник их, имя было другое, исчез вместе со своей женой. Описания учителя и его жены вполне совпадают с приметами Стаппельтонов. Когда же я узнал, что исчезнувший человек — энтомолог, то уже не мог больше сомневаться. Мрак рассеялся. Но многое еще оставалось в тени. Если эта женщина — его жена, то при чем тут Лаура Лайонс? — спросил я. — Это один из пунктов, на который ваше расследование пролили свет. Ваше свидание с дамой очень прояснило положение. Я ничего не знал о предстоящем разводе между Лаурой и ее мужем. Считая Стаппельтона холостым, она, без сомнения, рассчитывает выйти за него замуж. А когда она узнает правду? — Тогда дама может оказаться полезной для нас. — Первым делом нужно нам обоим завтра повидаться с нею. Не находите ли вы, Ватсон, что вам пора вернуться к своим обязанностям? Ваше место в Баскервиль-холле? На западе исчез последний румянец заката. И ночь воцарилась на болоте. Несколько звездочек заблестело на фиолетовом небе. — Еще один вопрос, Холмс, — сказал я, вставая. — Между нами не может быть, конечно, секретов. — Что все это значит? Что ему нужно? Холмс ответил пониженным голосом. — Убийство, Ватсон. Утонченное, хладнокровно обдуманное убийство. Не спрашивайте у меня подробностей. Я затягиваю его в своей сети точно так же, как он затягивает сэра Генри, и при вашей помощи он уже почти в моей власти. Тут нам угрожает только одна опасность. Опасность, что он нанесет удар прежде, чем мы будем готовы нанести удар ему. Еще день или два, не больше, и у меня в руках будет законченное дело. А до тех пор берегите вверенного вам человека так же неотступно, как мать бережет своего больного ребенка. — Сегодняшняя ваша миссия сама себя оправдала. А между тем я почти жалею о том, что вы покинули его. — Слышите? Ужасающий крик. Среди тишины болота пронесся стон, долго не умолкавший стон предсмертного ужаса. От этого страшного крика кровь застыла в моих жилах. — О, боже мой! Что это такое? Что это значит? — воскликнул я, задыхаясь. Холмс вскочил на ноги, и я увидел его темную атлетическую фигуру со сгорбленными плечами и наклоненной вперед головой, как бы стремившейся проникнуть взором в темноту ночи. — Ш-ш-ш! — шепнул он, ш-ш-ш! Услышанный нами крик был громкий благодаря его силе, но исходил он откуда-то издалека. Теперь же он доходил до наших ушей все ближе, громче, явственнее. — Откуда это? — шептал Холмс. И я слышал подражанию его голоса, что он, железный человек, был потрясен до глубины души. — Откуда это, Ватсон? — Кажется, оттуда, — ответил я, указывая в темноту. — Нет, с этой стороны. Снова предсмертный крик огласил безмолвную ночь громче и гораздо ближе, чем прежде. К этому крику присоединился другой звук — низкое глухое ворчание, грозное, как низкий неумолчный рокот моря. — Собака! — воскликнул Холмс. — Идемте, Ватсон, идемте! Царь небесный, неужели мы опоздали? Он пустился бежать по болоту, и я следовал по его пятам. Но вдруг откуда-то из-за камней, как раз впереди нас, донесся последний отчаянный стон, а затем глухой тяжелый стук. Мы остановились, прислушиваясь. Ни один звук не нарушал больше тяжелой тишины безветренной ночи. Холмс схватился с жестом отчаяния за голову и затопал ногами. — Он побил нас, Ватсон! Мы опоздали! — Нет-нет, наверное, нет. Дурак я был, что медлил со своим ударом. А вы, Ватсон, смотрите, к чему привело то, что вы покинули свой пост. Но, клянусь небесами, если случилось худшее, мы отомстим! — Ничего не видя, бежали мы по темному болоту, спотыкаясь о камни, продираясь сквозь терновник, подымаясь и спускаясь по холмам, держась того направления, откуда донеслись до нас ужасные звуки. При каждом подъеме на возвышенность Холмс жадно осматривался, но густой мрак покрывал болото, и ничего не шевелилось на его угрюмой поверхности. — Видите ли что-нибудь? — Ничего. — Но слушайте, это что такое? До нашего слуха донесся тихий стон. Вот опять слева от нас. В этой стороне ряд скал заканчивался крутым утесом, подымавшимся над усыпанным камнями склоном. На его неровной поверхности лежал какой-то темный, неправильной формы предмет. Когда мы подбежали к этому предмету, он принял форму распростертого ничком человека. Голова его была неестественно повернута, и все тело выглядело так, точно человек хотел перекувырнуться. Это положение было до того нелепым, что я сразу не мог себе представить, что слышанный нами стон был прощанием души с этим телом. Ни стона, ни жалобы не издавала больше темная фигура, над которой мы наклонились. Холмс опустил на нее руку и с возглусом ужаса отдернул ее. Свет зажженной им спички осветил окровавленные пальцы и отвратительную лужу крови, медленно стекавшей из раздробленного черепа жертвы. Свет спички осветил еще нечто, отчего у нас сердца похолодели и замерли. Он осветил тело сэра Генри Баскервилля. Ни Холмс, ни я не могли забыть совершенно особенный красноватый костюм, который был надет на нем в то первое утро, когда он был у нас на Беккер-стрит. Мы сразу узнали этот костюм, а затем спичка затлела и погасла, как погасла надежда, тлевшая в наших сердцах. Холмс застонал и так побледнел, что его лицо выделилось белым пятном в темноте. «Зверь! Зверь!» — воскликнул я, ломая руки. «Ах, Холмс, я никогда не прощу себе, что покинул его!» «Я более виноват, чем вы, Ватсон. Ради того, чтобы лучше закончить дело, я погубил своего клиента. Это самый страшный удар, какой я когда-либо получал в продолжении всей своей карьеры. Но как мог я знать, как мог я знать, что, вопреки всем моим предостережениям, он рискнет пойти один на болото?» «Господи! Подумать, что мы слышали его крик! О, Боже! Эти крики! И мы не могли его спасти! Где это животное, эта собака, загнавшая его до смерти? Может быть, она и сейчас где-нибудь в засаде между скал? Остапальтон, где он? Он ответит за это. «О, да! Я позабочусь об этом!» И дядя, и племянник убиты. Первый был напуган до смерти одним только видом животного, которое считал сверхъестественным. Другой нашел смерть в своем диком беге, спасаясь от него. Но теперь нам нужно доказать связь между человеком и животным. «Если исключить то, что мы слышали, мы даже не можем ручаться за существование последнего, так как сэр Генри умер, очевидно, от падения. Но, клянусь небом, как нехитер молодец, а не пройдет суток, и он будет в моей власти». С болью в сердце стояли мы по обеим сторонам изувеченного тела, подавленные этим внезапным и непоправимым несчастьем, которое положило столь печальный конец нашим долгим и тяжелым трудам. Когда взошла луна, мы вскарабкались на вершину скалы, с которой упал наш бедный друг, и оттуда смотрели на болото, наполовину освещенное луной. Далеко, на много миль от нас, по направлению Гримпену, виннялся одинокий желтый свет. Он мог исходить только из уединенного жилища Стапальтонов. С жутким проклятием погрозил я кулаком в этом направлении. «Почему бы нам тотчас же не схватить его?» «Наше дело не закончено. Молодец этот осторожен и хитер до крайности. Важно не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать. Если мы сделаем один неверный шаг, этот мерзавец может навсегда ускользнуть из наших рук». «Что мы можем сделать?» «Завтра у нас будет много дел. Сегодня же ночью мы можем только оказать последнюю услугу нашему другу». Мы сошли с крутого склона и подошли к телу, ясно выделявшемуся на посеребренных луною камнях. При виде несчастного я почувствовал, что мне сдавило горло, и слезы навернулись на глазах. «Надо послать за помощью, Холмс. Мы не в состоянии донести его до дома. Боже мой, да вы с ума сошли!» Холмс вскрикнул и наклонился к телу. Затем принялся плясать, хохотать и трясти мою руку. Неужели это мой серьезный, сдержанный друг? «Борода, борода, у человека борода!» «Борода?» «Это не баронет! Это, да, это мой сосед, беглый каторжник!» Мы лихорадочно перевернули тело вверх лицом. Окровавленная борода торчала вверх, освещенная холодным ясным месяцем. Не могло быть никакого сомнения. Тот же выдающийся лоб и впалые глаза. Это было то самое лицо, которое я видел выглядывавшим из-за скалы. Лицо преступника Селдона.